Строительная организация повредила высоковольтную опору линии электропередачи рядом со строящимся микрорайоном в городском округе Люберцы. Компания вела работы без согласования с МАЭСК. В результате опора упала в котлован, оборвав провода. Жители могли остаться без света, однако благодаря профессиональным действиям энергетиков Московской объединенной электростевой компании этого не произошло. Подача электроэнергии была мгновенно обеспечена по резервной схеме электроснабжения. Виновная организация признала свою вину. Подписан соответствующий акт. Только благодаря профессионализму энергетиков и высокотехнологичному оборудованию обесточения потребителей не произошло. Все потребители были запитаны по резервной схеме электроснабжения. К сожалению, подобный случай не единственный. Несмотря на профилактическую работу, предупреждающие знаки, призывы МАЭСК согласовывать проведение работ вблизи линий электропередачи, некоторые организации игнорируют правила использования охранных зон ЛЭП и нарушают закон. В текущем году сотрудники МАЭСК на территории только Южного Подмосковья составили порядка 400 актов о нарушении охранных зон воздушных линий, большинство из которых были оперативно устранены. В судебной инстанции поданы пять исков о сносе таких объектов. Совсем недавно по инициативе Блока безопасности МАЭСК было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьей 30 и частью 1 статьей 215 УК Российской Федерации, покушение на приведение в негодность объектов жизнеобеспечения. Речь идет о несанкционированных зеленых работах вблизи подстанции Чагина в Москве, где сконцентрированы десятки линий электропередач напряжением 110-220 кВ, передающие электроэнергию на юго-восток столицы. Ну а на месте происшествия в Люберцах аварийные бригады энергетиков работали более 12 часов. Высоковольтную опору в кратчайшие сроки вернули на прежнее место и восстановили нормальную схему электроснабжения потребителей. Для получения разрешения на работы в охранной зоне ЛЭП необходимо обратиться в МАЭСК. Контактная информация есть на сайте maesk.ru. Ну а жители обо всех замеченных нарушениях могут сообщать по телефону светлой линии МАЭСК. Наталья Григорьева, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий. Субтитры создавал DimaTorzok